Я приехал в город Чангра, это на севере Таиланда, есть провинция Чангра и есть основной город. Вчера в этом городе случилось наводнение. Вообще наводнение здесь происходит в течение последних двух месяцев, практически постоянно. И они имеют очень интересный характер, эти наводнения. То есть вроде как провинция находится в горах, вроде как горы, а на самом деле зона плата окружена горами. И даже те поселения, которые находятся достаточно высоко, но все равно получается в низине относительно общей высоты, они заливаются. Причем очень интересно работает эта система. Здесь такого не было более ста лет. Старожилы не помнят, чтобы здесь было подобное. Бывший премьер-министр, по-моему и ныне сейчас действует, токсиновый завод, который в Апале здесь был в Таиланде какое-то количество времени. Он заявил посредством массовой информации, то есть он не скрывает о том, что это делают, как он сказал, китайцы, как правильно сказать, глобалисты руками китайцев. Они используют системы, такие же как ХААРП, для того, чтобы создавать рукотворное стихийное бедствие. То есть это заявление политика, который здесь любим, того, кто здесь занимается различными делами уже очень длительное время. Его дочка является, по-моему, сейчас премьер-министром. Он вернулся в страну, потому что у предыдущего премьер-министра появились другие заботы какие-то. Ну и в общем он теперь здесь, в такси. Курс БАТа сразу стабилизировался, как он появился. И более крепкая валюта местная становится. Это и понятно. Почему? Потому что страна сельскохозяйственная. Так вот, вот эти наводнения, которые здесь случаются, даже сами китайцы уже совершенно не сомневаются относить к отворности всех вот этих наводнений, стихийных бедствий, которые здесь имеют место быть. Сейчас я проезжаю через город, и я вижу, конечно, что вчера здесь было что-то совсем неприятное. Потому что, несмотря на воскресенье, воскресенье дается любит отдыхать, ничего не делать. Здесь все разгребают грязь. Дело в том, что наводнение, это еще не чистая водичка там, дистиллированная, с гор спустилась. Все это с глиной перемешивая. Все дороги покрыты слоем тины, глины в центре города. Первые этажи видно, что там разруха, имеет место быть. На заставку я поставил с эвакуатора. На эвакуаторе машины, которые залиты чуть ли не по крышу. Ну, разумеется, там вы понимаете, что значит утопить автомобиль современный. То есть это практически на выбросы. Некоторые продают, сейчас их пройдут. Плохую участку дороги. Здесь еще что-то набило какой-то гадости. По маленькой дорожке ехать невозможно. Везде вижу строительную технику, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры и так далее. Сейчас у нас разговор идет о рукотворных наводнениях в Азии. Это наводнение не только касается Таиланда. Безусловно, это и близлежащий Лаос, и Камбоджа. Там тоже, насколько я знаю, имеется наводнение и Мьянма. Ну, мне информация доступна непосредственно по Таиланду, поэтому о Таиланде и рассказываю, что у нас здесь происходит. Вчера я ездил в другую провинцию и возвращаясь обратно в Паяу по дороге, которая ведет из Чангмая в Чун. И, проезжая по Таиланду, я видел целую вереницу специальной техники, как у них риску написано, спасатели, да, которые возвращались из Чанграя. Сегодня в Чанграе я увидел несколько мест, в которых организованы пункты гуманитарной помощи. То есть там люди, те, которые пострадали от наводнения, доставили тайцам, тайским говерментам. Еду, напитки, медикаменты, развернули такие автопункты палаточные с тентами, с навесиками и помогают всем, кому можно. Ну и, конечно, скорые помощи тоже имели место быть, потому что есть пострадавшие от всего этого, видимо, кого стихия застала врасплох. Причем тайцы рассказывают о том, что вроде идет, 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 идет дождь, а потом раз, и вода резко начинает прибывать. Как будто открыли какой-то, этот самый, на дамбе Кингстон, откуда, собственно, как-то запорную арматуру какую-то открыли. И резко очень начинает подниматься вода таким наплывом, смывать дома, машины, мотоциклы. Кстати, мотоциклы тоже вон там смытые все. Некоторые в речку были смыты. Вот Пим рассказывала, которая живет, ее дом находится недалеко от Чанхама, и там и мама у нее, и сын. Сын попал в больницу с небольшой травмой после наводнения. Мама, маме там 80 с лишним лет, она уже никуда переезжать не хочет, говорит, если будут дальше эти паразиты, говорит, заливать, лучше, говорит, помру здесь в своем доме. Пожилого человека понять можно, да. Поэтому, дорогие друзья, вот эти все события, наводнения в России, в Алтайском крае были и не только, и в других странах, Все это часть специализированных действий наших глобалистических друзей, которые, собственно, сейчас занимаются активно сокращением численности популяции многих. В разных странах это делается, разными способами это делается. Дело в том, что я на севере Таиланда ни разу за все время своего пребывания здесь не видел пердолетов, которые налетают в небе и распыляют всякие вкусности. То есть, где тустик распыляют, как мы там тустик для тараканчиков распыляем, так вот распыляют тустик для двуногих тараканчиков, по их пониманию. Вот здесь, на севере Таиланда ни разу, я все время смотрю в небо, однако, когда я ездил вглубь страны, я вижу, что над Таиландом точно так же летают пердолеты и опыляют всю эту гадость, они распыляют. Безусловно, это происходит над Бангкоком, я сам наблюдал это над южными провинциями и даже над маленькими островами, типа Бангана, тоже все это распыляется только уже ранним утром с небольших самолетов. И, очевидно, вонь вот этой жженой пластмассы, как обычно это бывает, я думаю, многие из вас знают этот чудесный запах жженой пластмассы или жженой резины, или жженых волос. Ну, все идентифицируют по-разному. У меня есть интересные новости. Новости эти касаются новой платформы, новой видеоплатформы, стриминговая платформа, на ней можно тоже стримить, называется она DCR. Ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Вчера я настроил там канал, проверил этот канал, насколько он хорошо открывается, этот ресурс из разных стран. Практически со всех стран прекрасно открывается, ничего не тормозит. Очень качественный сервис, аналогичный сервису YouTube, но там нету ограничений в медицинской информации. Как они называют, да, недостоверная медицинская информация. Это формулировка ютубовская такая, глобалистическая. То есть вот эти чудо-люди, которые там начальниками разных всемирных организаций здравозагубления, про них нельзя говорить нехорошие слова, нельзя говорить про мячики с присосками, нельзя много чего. Вот здесь вот вообще практически ни о чем в этом плане беседовать. А там можно обо всем. Прям открыто, конкретным текстом. Поэтому в самое ближайшее время я буду переносить видеопрограммы, и в том числе те видеопрограммы, по которым здесь на YouTube прилетал страйк и блокировали канал. Все эти видеопрограммы будут размещены там, несмотря на то, что они были сняты в 2019, а в 2020 в основном году, в 2020-2021, все эти программы я опубликую на новом видеосервисе, который, еще раз говорю, называется АДСЕЙ. И в ближайшее время я обязательно... А, ну что, в ближайшее время. В описании к этому видео напишу ссылку. Так вот, дорогие друзья, вот эта платформа, еще раз говорю, у нее очень хорошие возможности. Практически все те же самые возможности, что у YouTube, даже я бы сказал больше. Платформа, насколько я понял, британская. Почему они позволяют там все это делать, пока непонятно, позволяют делать. Поэтому буду осваивать новые программы для стриминга на той платформе, чтобы можно было разговаривать не языковым языком, и называть вещи какими-то не очень понятными словами, не говорить про волосатые мячики какие-то, да, а называть все своими именами. И, конечно, это проще и доходчиво для тех, кто присоединился к нам совсем не так. Там же можно будет проговорить про чудесные новые планы наших глобалистических друзей относительно вот этого странного явления, когда люди покрываются пупырями. Вот это обезьянье, обезьянье-дебилизм. Видите, приходится достаточно сложно изъясняться здесь. Поэтому, дорогие мои, я вас приглашаю на канал «Гремуар Магия Жизни» на платформе «Одессия» открывается и прекрасно показывает без тормозов практически во всех регионах России и мира. Из разных мест написали, из разных стран, из Аргентины, из Португалии написали. Украина прекрасна, Россия прекрасна, везде функционирует. За очень редким исключением, но, скорее всего, эти очень редкие исключения – это проблемы со связью непосредственно отдельных персонажей, отдельных индивидуумов. Суммарно, вы можете зайти на канал «Телеграмм» и посмотреть, насколько хорошо все функционирует. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Благодарю вас за внимание. Мы, по-моему, запретили летать. Не летают, потому что при далётике больше. И ещё где-то, посмотрите, где ещё у нас не летают. Почему Таиланд должен пропасть? Никуда ничего не пропадёт. Вы знаете, вот те, кто пишут здесь, «Там Вася на заборе написал, что Таиланд смоет водой». Ну, Вася-то, может, на заборе написал. У вас, те, кто читают, у вас своих мозгов-то нет. Вы только читаете то, что Вася там какой-нибудь на заборе написал, да, чем-то мелком там, он или какашками своими написал на заборе. А вы прочли, понюхали и испугались. И порадовались, да, там, сидите в таком месте, в котором, может быть, не очень там комфортно и перголёт. А, говорит, не только мне будет плохо. Хорошо бы вот ещё, чтобы вот эта говорящая голова там, дурная тоже пострадала там, а то сидит там где-то, спрятался в Таиланде от наших невзгод, здесь, которые есть. Вот его, сука, смоет тоже. Как хорошо. Среднестатистическая психология современного, так сказать, городского жителя. Поэтому ничего удивительного в том, что происходит. То, что происходит, абсолютно нет. То есть, в большей части населения вот этого места, которое мы называем, так сказать, планет Земля, с такой психологией, что если плохо, то всем. Если мне плохо, значит, всем остальным тоже должно быть плохо. Им просто пора. Пора уйти из этой мерности, потому что, ну, что тут делать-то ещё? Хватит, надо пострадать ещё, а некоторое количество времени, сейчас уже когда жёсткие страдания будут, а потом спокойно пойти на следующую перезагрузку. Уже в каком времени они окажутся, я думаю, что Божьинка создаст интересные игровые площадки для тех, кто никак не может полюбить себя и не может полюбить этот мир. Это забавное место, где мы с вами все оказались. Но таких забавных мест ещё много других есть. Другие пространственные, временные кластеры. Мы говорим о системах управления климатическим оружием и одной из основных, одна из основных известных нам систем управления климатическим оружием это система ХААР. Но, однако, существуют и другие системы управления, климат-контроль всей, так сказать, как мы её называем, планеты, ну, или климат-контроль специального космического корабля, на котором мы все летим куда-то, сквозь непонятно что и сквозь непонятно как. Эти свидетельства были получены достаточно многими, кто имеет возможность выходить из своего тела и путешествовать в нетелесном. Что любопытно, данные, полученные разными индивидуумами, использующими в нетелесные путешествия, они коррелируются между собой и дополняют друг друга. Смысл заключается в том, что существует центр управления, нелюдской. То есть те, кто по суд человечества, скажем так, менеджеры по управлению вот этим местом, там есть центр управления, находится он под землёй, в горах, внутри, глубоко. И это неземные технологии, которые позволяют управлять практически всем здесь. От температурных режимов в разных местах, ветра и так далее, то есть осадки, всё можно менять, как благорассудится практически. Управляет, управляет за пультами управления, сидят не человеки, не с пятипалыми конечностями, но люди там тоже присутствуют, человеки там тоже присутствуют, видимо, которые допущены к определенным, не какой-то цели, они только допущены. Стены представляют у себя живой материал, похожий на гель, который одновременно является и системой пенсионирования, и системой регулированной температуры, и системой освещения. То есть такой специальный биогель, который выполняет сразу массу самых разнообразных функций, причем те индивидуальности нечеловеческого форм-фактора, которые находятся внутри этих очень больших помещений и комнат управления, когда там появляется индивидуальность гнетела, они её идентифицируют. То есть они знают о том, что здесь появилась индивидуальность, которая используют в качестве основы человеческой идентины. Идея о том, раньше очень популярна была идея о том, что земля это тюрьма для души. Многие слышали такое выражение. Скорее, это место для перевоспитания индивидуальности. Потому что слово душа, оно не совсем правильное. Много раз я об этом рассказывал, что душа это свойство ума к пониманию своей нематериальной природы, вследствие чего появляется одухотворенность и изменяются отношения психологии. меняется отношения к семье и соответственно к урожающим. Некоторые называют это словом просветление. Но слово просветление уже набило оскомину. Уже это новитон употреблять слово просветление. Надо начать новенькое пробеление там можно придумать или еще что-нибудь. Поэтому, дорогие друзья, в интересном мире мы с вами живем. Очень любопытные события сейчас начинают достаточно активно происходить. мы с вами будем наблюдать воздействие всех стихий через некоторое время. Это и огонь с небес, который уже случался в некоторых местах. Он случался на Юге Америки, случался на Тенерифе, по-моему, на Гавайях самый известный случай это Гавайи, которые освобождаются от коренного населения. Пожили, говорит, и хватит. Давайте, говорит, у вас лазерами сейчас спалим тут и ваши жилища, и вас самих, и ваш машин. Говорит, и никто нам тут не указил. А что мы хотим, то и делаем. Захотели, дели сожгли, захотели, смулили. Кстати, что касается наводнения цунами на Пхукете, которое было много лет назад, это тоже было рукотворное мероприятие еще до того, как все эти активные фазы современного геноцида были, начали осуществляться. Было время, когда проходили согласование между странами относительно тех изменений, которые происходят сейчас, как в законодательстве, так и не только в законодательстве. И Таиланд не очень-то хотел подписывать нужные бумажки, но тогда им доказали, что не будет случиться. кстати, в те же самые времена примерно показали и что может случиться с центром Таиланда, используя систему Хуар, когда Бангкок весь залил все первые дальше. Там тоже были наводнения, но это было достаточно давно. И после этого все стали сразу послушными. Ну, что ж, надо, значит, надо. и процесс пошел. Напомню, для тех, кто не успел посмотреть предыдущий выпуск, я имею в виду информационный выпуск, который на платформе Телеграм случился, это касается ситуации с теми, кто сделал защитные мероприятия вот эти вот, и у кого случились осложнения. Ну, или, скажем, даже если осложнения не случились, кто хочет из себя вывести содержимое вот это. То есть, комплекс такой имеет место быть достаточно сложный, занимает по времени один месяц, а подробнее узнать об этом можно только в июле по 8, плюс 7, 4, 9, 9, 6, 38, 31, плюс 4, 4, 4, правда, не все типы вот этих вот защитных жиж, только двухкомпонентные защитные жижи, кто в себя вли, их нужно убрать однокомпонентные и нет. Хорошо, дорогие друзья, основной информацией на сегодняшний день я с вами поделился, всех вас целую, все всегда происходит вовремя, все всегда происходит правильно, потому что не может никак произойти иначе. Все мы являемся единым, целым, вечным и бесконечным, находящимся в этом пространственном временном кластере и использующим телесно-комстный аппарат, для путешествия в этой интересной истории, которая называется путь человека, жизнь человека. До новых встреч, дорогие друзья, пока. здравие тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.